Предновогодний турнир по рукопашному бою в пятый раз собрал участников из Мордовии, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Саратова, Арзамаса и других городов. 86 спортсменов состязались в трех возрастных категориях. Самым юным из них всего по 12 лет. Главная цель – проверить силы и умения атлетов перед всероссийскими соревнованиями, которые начнутся уже в начале следующего года. Везде есть хорошие ребята. И в Чамзинке есть, и в Вардатове есть, и в Резняках есть. То есть выбрать невозможно. Просто кулаками махать и бороться – это одно. Но как ты будешь еще себя на ковре вести? У нас не ММА, не показуха. У нас именно реальный бой, где присутствует техника, сила и самое главное уважение к сопернику. Готовить классного мастера по рукопашному бою можно всю жизнь. Однако уже сейчас заметно, что многие бойцы готовы штурмовать спортивный Олимп. Большую помощь в организации подготовки оказывает Мордовская метрополия Русской Православной Церкви. Напомним, епископ Ордатовский Атяшевский Вениамин – руководитель Республиканской Федерации по рукопашному бою. Я занимаюсь пять лет рукопашным боем. Я хочу, во-первых, сказать спасибо моей семье, моему тренеру Козлову Александру Геннадьевичу, главному тренеру сборной Мордовии, за то, что он воспитывает во мне не только чемпиона, но и мужчину. Благодаря своему тренеру Козлову Александру Геннадьевичу я отобрался на первенство России, которое будет проходить в городе Ставрополь. Спасибо семье, близким, которые поддерживают. Ставлю перед собой задачу занять первое место. Руслан Савойский, Сергей Соголов. Народные новости. Продолжение следует...